Субтитры делал DimaTorzok За преображением самой большой площади Европы наблюдала Лариса Шалафаст Главную новогоднюю елку города готовят к торжеству Зеленую красавицу будто яркими бусами украшают гирляндой Чтобы елка выглядела по-настоящему празднично, огней на ней будет больше тысячи Гирлянда протяженностью не считали, если честно, 1250 лампочек Над украшением ели трудится сразу 8 человек После того, как повесят гирлянду и 28 больших свечей, на ветвях появится 600 новогодних игрушек Шары традиционные, красивые, красные шары, золотые, синие Хоть снегом зима в этом году не радует, самарцы все равно ждут праздника У нас любая елочка с гляньками, она радует, и детишек тоже радует Мы гуляем здесь практически каждый день, и на Новый год, конечно, будем гулять И ждем разных приключений, аттракционов с нетерпением В этом году из-за аномально теплой погоды ледовый городок на площади пока не появился Но если небесная канцелярия преподнесет подарок самарцам в виде мороза и снега То скульптуры все-таки появятся Лед для этого готовят в северных районах области Огни на главной елке города зажжет настоящий Дед Мороз Он уже выехал к нам из Великого Устюга Планируется, что новогодний волшебник приводит в Самару 22 декабря Лариса Шлафаст, Константин Головин, События На этой неделе на площади Куйбышева начали заливать каток В этом году позже обычного В планы вмешалась погода Из-за плюсовых температур вода просто не замерзала А вот отсутствие снега, как выяснилось, не проблема Какое решение нашли специалисты, расскажет Марина Матвейшина Мягко стелют ровно кататься На площади Куйбышева заливают главный городской каток Специальная ткань-подложка – залог будущего ровного льда А при заливке она работает, как снежная подушка Не дает воде рассечься по асфальту Сначала вручную обрабатывают края ткани Чтобы они не топорщились и их не задувало ветром И только после этого идет машина и заливает весь каток Машина с так называемой гребенкой проливает слой за слоем Пока толщина льда не достигнет 15 сантиметров Лед отшлифуют, а по периметру установят деревянные ограждения Всю зиму сотрудники спецарем стройзеленхоза будут следить, чтобы лед оставался ровным Обязательно будут заливаться катки, выравниваться Потому что могут появиться трещины Потом коньками будут какие-то повреждения Обязательно будут подметаться Потом подметается сначала, выравнивается И ручная обработка нужна, и щетками идем А потом заливаются обязательно На площади будет два катка общей площадью больше 5000 квадратных метров Для удобства горожан здесь установят павильоны Где можно переобуться и выпить горячий кофе или чай Марина Матвеевична, Максим Гусев, События Не только площадь Куйбышева, но и всю Самару украсила новогодняя иллюминация Современные гирлянды радуют горожан, при этом существенно экономят электроэнергию В тонкостях создания сказочной атмосферы разбиралась Марина Кравцова Ни снега, ни мороза, а сосульки на елях появляются Вечером по этим светодиодным конструкциям побегут огоньки Новый формат иллюминации украсит хвойные деревья рядом с аркой на проспекте юных пионеров На эти ели ушло 500 гирлянд Эти светодиодные лампы практически не берут электроэнергии Очень мало и по мощности Из-за этого идет очень большая экономика Они как бегущие огни Бегают вверх-вниз, вверх-вниз Аллея трудовой славы преобразится в этом году Впервые эту площадку в Кировском районе украшают праздничными огнями Посмотрите, какие красивые ставят елки Благоустроенные аллеи Стоят скамейки, стоят урны, чтобы поддерживать чистота Яркие светодиодные узоры появляются и на площадях Кирова и Мочелова И возле ДК Луч Новогодние украшения установили и на 19 основных дорогах Кировского района Мы всех приглашаем посмотреть, дать определенную оценку Если будут какие-то пожелания дополнительные, мы готовы их учесть Оперативно мы украсили район Но единственное, что нет пока снега и мороза У горожан уже праздничное настроение Оживляют, вот с дочкой хожу, сейчас она говорит, как красиво, как красиво Ну надо же, как красиво придумали, не надо Это ничего, рубить, живую йогу закрасили Я там отметила И здесь, смотрю, тоже красиво Сиянием залиты издания районной администрации А над Московским шоссе и Ракитовском мосту В центре светодиодной гирлянды Герб Самары Для того, чтобы почувствовать атмосферу праздника Зарядиться положительными эмоциями Достаточно просто прогуляться по Самаре Улицы, скверы, бульвары, парки Украшают самые разнообразные сказочные узоры Созданные с помощью гирлянд, навесов, перетягов, консолей, инсталляций И такое яркое новогоднее убранство в каждом районе города Дополнительные иллюминации в этом году и на улицах Осипенко На площади Куйбышева на Ленинградской Сияние городу добавляют и фирмы, которые тоже украшают фасады Самые креативные примут участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление Марина Кравцова, Максим Гузев, События Елочные базары, что уже появились во всех районах Самары Взяли под особый контроль У продавцов проверяют документы и то, как они соблюдают новые требования Торговая точка должна содержаться в чистоте А сами деревья упакованы в сетку Добросовестность бизнесменов проверил Андрей Трой Меньше двух недель осталось до начала нового года И по всей Самаре уже открываются вот такие елочные базары В этом году им придется работать по-новому Некоторые нововведения заставили продавцов елок Обзавестись фирменным оборудованием Оформление торговой точки и чистота – это еще не все Главное новшество этой зимы – теперь елку должны еще и упаковать Это обязательное требование администрации Самары ко всем предпринимателям Самый наилучший вариант – это упаковка посредством фабричного аппарата Время упаковки елки составляет не больше 20 секунд Это позволяет спокойно погрузить елку в машину Без всякого мусора, без кои на полу И спокойно до Нового года хранить ее Немудренный аппарат позволяет быстро и без мусора упаковать елку в сетчатый кокон В результате транспортировка становится проще, а мусора на улицах станет меньше Сейчас, кстати, все предприниматели заключают с управляющими компаниями договор об обязательной уборке территории Или вносят залог в размере 25 тысяч рублей Без этих условий разрешение не выдается Деньги можно вернуть, если точку после окончания торговли предприниматель уберет своими силами Сотрудники Департамента потребительского рынка обязательно делают снимки торговой точки, чтобы проконтролировать качество уборки Методика работает уже два года и на санкционированных точках всегда порядок Андрей Трой, Константин Головин, События К празднику многие уже начали закупать продукты Даже зимой в Самарской области торгуют российскими овощами Эксперты отмечают, результаты импортозамещения заметны на самарских прилавках Так, заморских помидоров стало почти на 70% меньше Во сколько же обойдется новогодний стол и как сэкономить перед праздником узнала Марина Кравцова Отечественные овощи могут вытеснить импорт на новогодних столах самарцев Если в прошлом году в продаже превалировали овощи из Турции, Марокко, Израиля и Египта То сейчас на их месте продукты российские и китайские В целом по всем категориям товаров за год потребительские цены выросли почти на 12% Больше всех прибавила рыба 22% А вот некоторые позиции даже подешевели Картофель, морковь и капуста цены даже ниже, чем за аналогичный период прошлого года Которые достигали тогда по картофелю аж до 40 рублей за килограмм То сейчас мы в торговых сетях можем видеть картофель российского производства В пределах 20, 23, 24 рублей По подсчетам экспертов, средняя стоимость новогоднего стола будет колебаться от 1600 до 2200 рублей В типовой набор вошли мясное ассорти, сыры, рыба, курица, бананы, мандарины, виноград и шампанское А килограмм готового салата оливье в магазине должен стоить около 200 рублей Собрать бюджетную новогоднюю продуктовую корзину можно будет на ярмарках Впереди новогодние праздники мы понимаем, что мы должны провести большую работу в каждом муниципалитете По организации таких предновогодних сельскохозяйственных ярмарок У нас опыт уже достаточно хороший в прошлом году и в этом году в целом по таким мероприятиям В Самаре таких ярмарок будет семь в разных районах города По согласованию с областными министерствами возможно откроют еще одну дополнительную площадку Работать они будут с 25 по 27 декабря с 9 до 16 часов Дали предложение Минсельхозову по оповещению местных товаров производителей Для того, чтобы они приняли участие Мы взяли на себя затраты по части уборки На ярмарках цена должна быть ниже, чем на рынках Места дадут предпочтительно производителям из Самарского региона и Мордовии В пользу отечественных продуктов от импорта отказываются и крупные торговые сети Марина Кравцова, Станислав Левин, События Один из символов Самары самолет Ил-2 временно покинул свое место на кольце проспекта Кирова Демонтаж связан с реконструкцией Московского шоссе Здесь началось строительство тоннеля на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова Мне удалось узнать, когда обновленный штурмовик вновь займет свое место И где он будет храниться все это время Свое место на постаменте Ил-2 занимает 40 лет И лишь однажды его увозили отсюда на реставрацию самолета уже больше 70 лет История этой боевой машины, летающего танка, как его называли, это целая легенда В 1943 году он отправился с Куйбышевского авиазавода воевать в Заполярье В одном из боев был подбит Нашли его почти 30 лет спустя отряда красных следопытов И благодаря серийному номеру, который сохранился, он вновь вернулся в стены родного завода, где его полностью восстановили Теперь Ил-2 снова ждет реставрация После того, как штурмовик снимут с постамента, его подготовят транспортировки на новое место Частично он будет разобран, это будут сняты крылья И завтра мы планируем его транспортировать на хранение на площадку авиакора завода Демонтаж Ил-2 – очередной этап реконструкции Московского шоссе Он означает начало строительства тоннеля под кольцом В течение двух недель на площадке полностью уберут асфальт, появится котлован На время работ на кольце планируют закрыть одну полосу движения Отремонтированное шоссе соединит центр Самары с новым стадионом Космос-арена На котором пройдут игры чемпионата мира Общая стоимость реконструкции составит больше 8 миллиардов рублей Финансирование за счет федеральных и областных средств по программе подготовки к ЧМ-2018 Работы будут идти круглый год, а завершатся к 1 декабря 2017 года Тогда же на свое прежнее место вернется Ил-2 Валерия Макарова, Константин Головин, События Автоваз начал производство нового кроссовера Lada X-Ray Немногие производители решаются на такой шаг в период кризиса Однако Автоваз уложился в сжатые сроки И запустил производство до наступления 2016 года, как и обещал Первые серийные машины встречал наш корреспондент В разгар кризиса, в эпоху девальвации рубля и нефти по цене глины Автоваз дал старт началу производства нового автомобиля На конвейер завода встала Lada X-Ray Производство открыли губернатор Николай Меркушкин и президент Автоваза Бу Инги Андерсон Когда выпускается новая модель, это всегда радость Это всегда достижение чего-то нового Тем более, эта модель, и та, которая была выпущена несколько месяцев назад Это новый уровень автоваза Это новый уровень автомобилей, которые абсолютно не отличаются от тех, которые производятся в других странах И которые, я уверен, будут продаваться не только у нас в России, в том числе X-Ray Но будет им продаваться за рубежом Через пару минут мы стартуем производство Lada X-Ray С Lada X-Ray С Lada Vesta Мы возоздаем российскую автомобильную индустрию здесь, в Тольятти И мы меняем восприятие Автоваза и Lada Lada X-Ray собирается на том же конвейере, что и семейство Гранта Калина Сварка кузовов происходит на импортной автоматизированной линии Модель оснащается японской коробкой передач и двигателем с алюминиевым блоком цилиндров Который изготавливается в Тольятти на Вазовской линии производства двигателей Комплектующие для Lada X-Ray на 50% российского производства Через год локализация составит 75% Локализованы самые важные узлы и агрегаты А импортируются лишь второстепенные комплектующие Машина имеет передний привод и увеличенный дорожный просвет А вот полный привод пока не предусмотрен Он появится только в модели X-Ray Cross О которой пока почти ничего не известно Также ничего не известно и о предполагаемой цене новинки Аналитики рынка склоняются к цене от 555 тысяч рублей Но в нестабильное время цена может сильно измениться Сегодняшний запуск Lada X-Ray Фактически новый шаг в развитии автоваза Завод не только запустил новинку в кризис Но и уложился в сроки выпуска Вслед за этой машиной последуют другие модификации Включая полноприводную, а также другие принципиально новые модели Между тем кризис в автомобильной отрасли продолжает бушевать Практически все бренды, представленные в России, показывают отрицательную динамику продаж Сам автоваз просел на 30% за последние 11 месяцев Некий ажиотаж на рынке вызвала новая Lada Vesta Но ее продажи пока слишком малы Все из-за того, что пока в продаже имеются только дорогие комплектации А базовые версии пока в салоны не поставляются Из-за низких продаж автоваз вынужден увольнять сотрудников и закрывать смежные производства Что касается модели X-Ray, то ее продажи начнутся в конце января, начале февраля 2016 года Андрей Трой, Артем Сулайманов, События Самарские небесные чемпионы вернулись на родину Заслуженные мастера спорта Николай Буров и Александр Жуперин Стали победителями всемирных воздушных игр, которые состоялись в Дубае Они проходят раз в 4 года, их еще называют воздушными олимпийскими играми Спортсмены уверенно выступили в двух дисциплинах Вертолетный слалом и развозка грузов Своими впечатлениями чемпионы поделились с Марианой Мирной Вертолетный слалом и развозка грузов Ведро диаметром 20 сантиметров зоркий глаз летчика устанавливает в круг Самарцы лучшие в своем деле Победу во всемирных воздушных играх одержали наши летчики на вертолете Робинсон 44 Обошли семерых соперников Позади остались поляки со вторым местом и австрийцы на третьем Летчик Николай Буров в небе больше 30 лет Без него, говорит, в жизни не хватает адреналина Небо – это все, потому что это наше и жизнь, и хобби А вертолетный спорт понравился еще, когда был курсантом Когда летали, мы только учились на вертолете А были более старшие товарищи, которые занимались спортом И на наших глазах выполняли какие-то тренировочные полеты Конечно, это для нас, курсантов, заворажило Всемирные воздушные игры – это редкая возможность продемонстрировать свои умения В прошлый раз Николай Буров тоже стал победителем Чтобы покорять вершины, говорит, нужно следить за здоровьем Постоянно тренироваться и доверять своей интуиции Парадокс заключается в том, что, несмотря на то, что в вертолете Огромное количество приборов и систем В вертолетном спорте как раз большей частью используется именно чувство летчика И упражнения подобраны так, что независимо, какой тип вертолета Там американский Робинсон 44 или наш родной Ми-2 Упражнения происходят на слух На чувство моторики На чувство мощности этого вертолета Когда и где состоятся следующие Всемирные игры, пока неизвестно ФАИ, Международная авиационная федерация, должна выбрать страну, которая примет соревнования Чтобы быть готовыми, наши летчики тренируются каждый день Мариана Мирная, Константин Головин, События В Самаре возрождают Тимуровское движение В школах города создано уже порядка 100 отрядов Самые активные и инициативные тимуровцы собрались на первый городской слет Который прошел в 154-й Самарской школе Место выбрано не случайно Именно там в 40-м году снимали легендарный фильм С современными тимуровцами познакомилась Лариса Шалафаст Творить добро, дарить тепло, вот наш простой удел На первый городской слет собрались самые активные отряды тимуровцев со всех районов Самары Легендарный Тимур из советского фильма для этих мальчишек и девчонок настоящий герой Мне понравился в этом мальчике жесткий характер, потому что не каждый может поставить себе цель помогать другим и защищать тех, кто нуждается в помощи Фильм Тимур и его команда снимали в 1940 году в окрестностях Куйбышева, на том самом месте, где сейчас находится 154-я школа Поэтому первые современные тимуровцы появились именно здесь Поколения новые, принципы движения прежние, помогать всем, кому нужна поддержка Самое интересное – это тимуровская разведка То есть дети должны найти, для них это очень важно, найти объект помощи, кому они хотят помогать И тут, понимаете, помощь может быть оказана и детям дошкольного возраста, и старшему поколению Самое главное в тимуровском движении – это действительно воспитание человека Это воспитание добра, воспитание милосердия, воспитание уважения к старшим Все эти самые лучшие качества, они как раз и проявляются и будут проявляться в тимуровском движении В самарских школах уже создано порядка ста тимуровских отрядов В основном это ученики средних и младших классов Чтобы современные школьники могли воочию увидеть, чем жили тимуровцы раньше В 154-й школе открыли музей Все экспонаты собраны учениками и преподавателями Некоторые даже сделаны своими руками В школьном музее есть даже импровизированный чердак Точно на таком же собирался Тимур и его команда Здесь есть все необходимые атрибуты Флаг, барабан, сам Тимур Есть даже штурвал, которым можно подавать звуковой сигнал другим тимуровцам Сейчас в музее почти сотни экспонатов Фотографии, книги, пионерская форма Хранители музея обещают Экспозиция будет расти вместе с тимуровским движением Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События Это было главное за неделю в репортажах наших корреспондентов Смотрите нас в следующую субботу в это же время Последний выпуск 2015 года Хороших выходных, увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова